Россия продолжает дезинформационную кампанию против украинцев. Жителям Германии начали приходить письма якобы от имени Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением присоединиться к иностранному легиону в Украине. У нас нет какого-то классического иностранного легиона, который бы формировался с иностранцев и непосредственно воевал на фронте. Когда в письмах пишут про вот такой вот иностранный легион, это российская попытка выдать желаемое за действительное. За присоединение к этому легиону пропагандисты предлагают денежное вознаграждение как дополнительную мотивацию. Таким образом Россия проводит дезинформацию среди европейцев. У кремлевских пропагандистов появилась новая цель – настроить европейцев против миллионов украинских беженцев. Они же это все подают через какие-то низкосортные боевики 80-х-90-х годов, на какой-то там иностранный легион, пустыни, войны и так далее. Хотя еще раз говорю, что у нас совсем другая система и, конечно, люди, которые про это не знают, граждане, например, Германии, они могут поддаться на подобные какие-то провокации. По словам экспертов, таким образом российская пропагандистская компания пытается разжечь страх и создать раскол среди критически важных европейских союзников Украины. Ведь они готовятся к новому потоку беженцев этой зимой. Они через такие акции пытаются провести, россияне пытаются провести некую параллель, что там, где Украина, там война, кровь, терроризм и так далее. В том числе и в тех странах, где находятся украинские беженцы. Поэтому они не просто так выбирают вот эти страны, где делают вот такие вот провокации. Они считают, что про них же будут писать, поскольку там свободная пресса, про это будут говорить. И таким образом надеяться, что им удастся внедрить в информационное пространство нарратив, мол, чем больше вы принимаете украинцев, тем больше у вас будет каких-то проблем. На это уже отреагировали в Министерстве иностранных дел. Там остерегают всех, указывая на то, что это фейк, и консульство не имеет к этим письмам никакого дела. Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования. Как заявляют эксперты, таким образом россияне сами себе роют яму. Ведь в Европе уже знают, если где-то какие-то проблемы, значит это точно дело рук Кремля. И вот в этих всех историях, с этими всякими провокациями, иностранными легионами, терроризмом, глазами животных и кишками, которые присылают в посольство, разгоном каких-то тем про убийство, изнасилование мигрантов и мигрантов и тому подобное, в принципе все эти страны уже понимают, где надо в первую очередь искать и проверять. Россия и ранее использовала такие методы, а самое интересное, что когда начинают проводить даже какое-то поверхностное расследование, это, как правило, выводят на РФ. Жителям Европы мы советуем тщательнее проверять информацию и доверять только проверенным источникам, дабы не попадаться на такие российские крючки. Редактор субтитров А.Семкин